Всем привет-привет! Вы на канале VODGSN, канале на котором вас всегда ждут свежие обзоры на все, что происходит в нашей игре, ну и в частности обсуждение того, что ждет нас в будущем. Хотите ничего не пропускать? Подписывайтесь на оба моих канала прямо сейчас, ссылочку на второй канал вы найдете в описании к данному видео. Ну а в этом видосе мы с вами обсудим то, что ждет нас на грядущем Хэллоуине и об этом рассказывали вчера на вот этом вот стримчике. Если вдруг вы этот стрим пропустили или не владеете английским языком, то я предлагаю вместе со мной разобраться в том, что же нас все-таки ожидает. Ну во-первых, ожидает возможность забрать вот эту машину, жнеца, но это только для тех ребят, которые задонатят в ивент, который нас ожидает. Ну а выглядеть это все будет следующим образом. На прямой трансляции разработчики показали вот такой вот ивентик, в котором надо будет выполнять боевые задачи ежедневные. Выполняя боевые задачи ежедневные, вы будете закрывать уровни. Каждый уровень равен 1000 условных единиц данного ивента. Ну и здесь параллельно с тем можно будет забирать в самом начале вот эти бустеры. Плюс эти бустеры встречаются на 13 уровне. И в целом для прохождения данного ивента будет отведено скорее всего то ли 10, то ли 11 дней. Ну и в целом для того, чтобы добраться до главной награды, которой я считаю в данном ивенте машину на 7 левеле, это вот эта вот тачка, которая называется Светоносец. Так вот для того, чтобы добраться до Светоносца на 20 уровень, необходимо будет выполнить каждый день в районе где-то 8-10 боевых задач. Плюс к тому, вам будут помогать вот эти бустерочки проходить, ну и соответственно забрать данную семерку коллекционную можно будет абсолютно спокойно. В отношении самого танка могу сказать следующее. Танк, я бы сказал, не сильно крутой и навряд ли будет прям действительно нагибать в рандоме. Дело в том, что данная машина имеет плюс-минус неплохую броню, нормальную подвижность, я бы сказал, не сильно приятное сведение, но к этому сведению можно привыкнуть. Ну и плюс к тому, стоит отметить, что у данной машины классная КД, но в то же время не сильно крутая альфа. Что эта машина собой представляет по факту, обязательно обсудим с вами в отдельном видео. Я уже заснял обзор на данную тачку, но не могу его опубликовать до тех пор, пока эта машина официально не появится в игре. А официально в игре она появится тогда, когда стартанет данный ивентик. Но, как я уже сказал, обзор уже готов, ну и соответственно я его опубликую, как только будет открыт данный ивент для прохождения всеми игроками. Если вы задонатите в игру и если вы купите себе особый пропуск, либо обычный пропуск, ну лучше конечно особый, тогда уж точно дойдете до 61 уровня. И здесь на 61 уровне, выполняя боевые задачи, собирая себе условные единицы данного ивента, можно будет открыть контейнер, в котором можно будет достать себе жнеца с какой-то долей вероятности. Какая доля вероятности, какой процент выпадения, к сожалению, мне неизвестно. Этой информации у меня нет. Но так или иначе, я лично считаю, что сумма доната, которую будут просить за прохождение данного ивента, она вполне разумная. Исходя из того, что проходя данный ивент, вы наберете себе огромное количество еще других игровых ценностей. В этом контейнере также можно будет взять себе обвесик хэллоуинский, можно взять себе фон профиля, кого интересует. Есть еще разного вида, точнее четырех видов внешние виды, бустерочки на голду, разные другие бустеры, но уже более дешманские. И с какой-то вероятностью можно будет забрать себе от 100 до 1000 золота. Это в отношении того ивента хэллоуинского, который нас ждет. Короче говоря, ничего удивительного, ничего уникального. Стандартный ивент, который похож на многие другие, которые были до этого. Ну, в частности, допустим, ивент, который мы проходили для того, чтобы забрать себе граунд танк. Правда, там необходимо было немножечко больше задонатить. Ну и, соответственно, граунд танк могли забрать себе только те игроки, которые задонатили. Ну, а те игроки, которые не задонатили, забрать машину не могли. Здесь же, вот эту семерку на 20 левеле можно будет забрать себе абсолютно бесплатно любому игроку, который готов упороться в данном ивенте. Разработчики также показали, как эта машина выглядит в боях. Немножко на ней покатались. Как вы видите, машина для тяжелого танка имеет приемлемую подвижность. Это то, о чем я говорил. В отношении КД 7,8 я лично считаю, что время перезарядки неплохое. А вот разовый урон меня немножечко смущает, потому что все-таки маловат. Маловат разовый урон для такой подвижности. Ну и в отношении брони, в отношении того, насколько машина живучая, в целом все довольно неплохо. Стоит отметить, что у танка очень низкий уровень пробития. Если я правильно помню, то 170 миллиметров уровень пробития у орудия. И этого действительно недостаточно, как мне кажется, для того, чтобы полноценно сражаться со своими соперниками на восьмом уровне играя. То есть, играя против восьмерок. Ну, в общем, так или иначе, халяве в зубы не смотрят, поэтому смело можно забирать. Также разработчики показали, что будет в магазинчике доступен вот такой абсолютно бесплатный наборчик. И показали, что конкретно в наборе будет. В частности, здесь будет третья часть, ну, вот этот вот осколочек от ведьминого камня, как я его называю. Но я, честно говоря, за время прямой трансляции так и не понял, на что его можно будет поменять. То ли это опять интрига, то ли я что-то пропустил. Если вы в курсе, обязательно пишите в комментариях. Данной информацией, к сожалению, не владею, потому что разработчики мне на данный момент пока ответа не дали. В отношении того, что еще засветили на прямой трансляции, это вот такой абсолютно плевый ивентик, в котором главной наградой будет фон профиля. Здесь необходимо будет уничтожить 13 соперников и забрать себе данный фон профиля. Почему 13 соперников, я думаю, всеми так понятно. Ну, просто исходя из того, что это ивент, и должно быть типа что-то зловещее. Выглядит этот фон профиля... Минуточку, пролетел. Выглядит этот фон профиля вот таким вот образом. Ну, на меня особого впечатления не производит, но опять-таки чисто в коллекцию может быть кому-то и пригодится. Также стоит отметить, что помимо всего этого, разработчики много чего там рассказывали по поводу Жнеца. Жнец машина интересная, но я бы сказал, больше в коллекцию и больше для любителей чего-то уникального и нестандартного. Играется машина очень сложно, это правда. Никаких легких боев вас не ожидает на данной ПТХе. Если вы хотите посмотреть абсолютно честный обзор на данную машину, то переходите по ссылочке, которую я специально для вас добавил в описании. Ну и в целом в дальнейшем разработчики рассказывали по поводу того, какие будут еще небольшие изменения в игре. Но в целом все не настолько существенно, как многим могло показаться. Опять-таки под конец прямой трансляции показали еще раз Жнеца. Скорее всего для того, чтобы заинтересовать игроков, все-таки задонатить в игру. Ну и соответственно для того, чтобы можно было добраться до этих контейнеров, из которых Жнеца можно будет пытаться достать практически до бесконечности. Все зависит от того, сколько вы задонатите и сколько боевых задач вы выполните. Это в принципе все, что было за час прямой трансляции на официальном канале Wargaming. И больше никакой информации в принципе там не делились. Мое мнение следующее. Как я уже сказал, халяви в зубы не смотрят. И я безусловно буду пытаться пройти данный ивент для того, чтобы забрать себе коллекционную семерку. В любом случае она обладает уникальным внешним видом. Возможно она будет не настолько играбельной, как мне бы хотелось. Возможно она будет чем-то похожа на того же самого Гастолома или на какую-то другую машину на седьмом уровне среди коллекционных. Но то, что она будет уникальной, мне этого уже более чем достаточно для того, чтобы пытаться данную тачку себе забрать. И как я уже сказал, она не будет таким нагибатором, как Уничтожитель, Крушитель, либо та же самая Лесная Ведьма. Просто будет среднего разлива тяжелый танк, но в то же время халявный. Это все, чем я хотел с вами поделиться. Если был вам полезен, обязательно подписывайтесь на канал, жмите лайк данному видео. И буду благодарен, если в комментариях напишите информацию, которую я, допустим, не озвучил, потому что где-то что-то пропустил. Или возможно вы знаете что-то больше. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok